Всем привет, с вами Дарья Кей. Сегодня будет обзор на кисти от пудра. Маска, помните я про нее говорю, мне не помогает. Все, она через некоторое время быстро остывает и тяпа. Эта маска, к сожалению, от отеков не помогает. Я ее надеваю, когда она холодная. Она максимум на минуту 5 аккумулирует холод, а потом чудесно она становится теплой, еле-еле холодной. Так что, эта маска фигня. Возможно, я как-то ее неправильно использую, но я ее кладу в холодильник, она становится холодной. Я пыталась класть в морозилку, она застывает в лед. Надеюсь, слишком не смущают вас мои жесткие отеки. Я буду сегодня вещать о пудре. Естественно, видео спонсировано мамой. Эти кисти прилагаются к тому подарку от Lime Crime. То есть, это вот, наконец-таки, я дообзирую подарок от мамы сегодня. У меня уже эти кисти лежат 3 недели. Я ими один раз накрасилась, один раз их помыла и все. Начну я, наверное, с упаковки. Я смотрела некоторые отзывы на iRecommended и многие пишут, что им очень нравится эта упаковка. Ну, как бы, не знаю. Ничего особенного в ней нет. Ну да, как может быть, как дорожную косметичку я бы это использовать не стала. Максимум, что бы я сделала, положила бы сюда зубную щетку. И то она у меня в футляре. И пасту, к примеру, если я бы поехала куда-нибудь. Ну, а с логотипом, все дела. Матовый пластик. Тут же написано, что ворс синтетического волокна. Я так понимаю, это таклон. И кисти эти произведены в китае. Я очень хорошо отношусь к компаниям, которые делают свою продукцию в России. Мне бы очень хотелось, чтобы становилось все больше продукции на рынке, произведенной в России. Такие, как Shake Brush. Они производятся у нас... Вчера я узнала, кстати, что у нас два завода. Один Valery D по кистям имеется в виду и один Rubлев. Вот. И, видимо, на каких-то из этих заводов производятся кисти Shake Brush. Но эти кисти синтетические. Они произведены в Китае. А что это говорит? Она уже просто не может. Она трясется. Короче, заказывала маму, поэтому везла все почта России. Я не знаю, в чем проблема. Дело в самих кистях или дело в почте России. Может быть, они положили на этот диван. Я не знаю, что вообще, как. Но кисть пришла, как можете заметить, с болтающейся ручкой. Но как бы были бы эти кисти с Aliexpress, у меня вообще бы не было бы претензий. Я просто взяла бы суперклей, подклеила бы ее и вообще как бы не парилась. Тут вроде бы все нормально, ничего не дергается. Но это маленькие кисти. Чаще всего ручки начинают шататься. Они тут деревянные, кстати. На больших вот таких вот кистях. Сегодня я буду использовать просто консилер от Armani в третьем оттенке. И буду наносить кисточкой. Я не вникаю в название этих кисточек. Иллюзиониста, бровиста. Вроде бы это иллюзиониста. А, вот это идеалист. Вроде бы иллюзиониста. Короче, кисточкой. Свечкообразной формы. Я буду наносить консилер. Компанию пудры я очень люблю. Я наношу побольше, потому что этот оттенок мне подходит. А вообще, этот оттенок на светленьких девочек используется как большая цветокоррекция, потому что он желтоватый. Я могу его использовать даже в качестве тона. Мне, в принципе, все устраивает. Очень люблю кисточки вот такой вот формы. О цене. Цена 2,990 или 2,900. Просто, в общем, 3 тысячи рублей. Для каждого цена своя. Каждый выбирает, что ему взять. Заказать ему кисть с Алиэкспресс. Или купить набор хакухода. Тем более, каждый человек пользуется кистями по-разному. Допустим, я не очень берегу кисти. Я к ним просто отношусь. А некоторые, может быть, не марают вот эту часть кисти, к примеру. Я не знаю. Используют только кончик. Ну, я могу вообще, как бы... У меня краш-тест, мне кажется, кистей в моих руках и вообще всех предметов. Мне кажется, чем сильнее я использую какую-то вещь, тем лучше. То есть, я не могу беречь какую-то вещь. Я не вижу смысла в том, чтобы беречь что-то. Но аккуратно относиться я вижу в этом смысл. Ну, блин. Использовать на максимум. Короче, я это называла. Этой кисточкой лучше всего наносить кремовые продукты. Например, вот я люблю использовать в качестве базы помады Вильвитинс от Lime Crime. И вот ей будет прекрасно распределяться тут все. Это дело. Само ценообразование кисточки мне, в принципе, понятно. Кисти дешево стоить не могут. Я когда посмотрела обзор на кисти от Пудра, я удивилась немного, что все начали писать. Ой, все, это очень дорого. Еще и синтетические кисти. Синтетические кисти это не априори дешево. То есть, допустим, я, конечно, понимаю, что можно заказать с Алиэкспресс мой любимый набор Матто. Матто. Вот так выглядят кисти. Но форма в этих наборах не доведена до идеала. Я ими пользуюсь уже где-то год. Я не очень аккуратный юзер вообще какой-либо продукции. У меня все либо становится заляпанной. Там где-то невозможно заляпать. Кисти от Хакухода я на самом деле берегу. Ну, не сказать, чтобы очень. Они вот у меня в таком состоянии сейчас находятся. Их как бы от кистей с Алиэкспресс мало что отличает. Но, сами понимаете, у них у Хакухода не проштампована и сверху не залачена область. Да, елки-палки. Их название. То есть все стирается. Допустим, через какое-то время я вообще не смогу назвать вам, что это за кисти. Смотря на две эти кисти, одна стоит, допустим... Блин, вы не поверите. Набор вот этот Матто состоит вроде бы из шести кистей. И весь этот набор стоит 200 рублей. Ну, как бы... Как бы... Я, конечно, все понимаю. Но дороговато. Дороговато. Даже визуально можно проанализировать и понять, что намного качественнее сам материал изготовленной кисти, чем вот, допустим, это. Но это вообще такой пич-вариант. Но я им пользовалась, и мне серьезно это как бы очень нравится. Мне хоть эта форма и не очень близка, но ей можно сделать то же самое, что и этой. Это просто более детальная форма. Все очень хорошо залачено. Я пыталась своим очистителем кистей, прям тут терла, думала, сотрется или нет. Не стерлась. Вот. Такая вот я зверюга. Сама кисть очень красивая, фотогеничная. Готовы ли вы за это переплачивать? Это уже ваша проблема, понимаете? Если бы все бы в этом наборе бы не шаталось, была бы готова за это отдать 3000 рублей. Вот набор Мата. Кому нужно? Ищите в Алиэкспресс. Прекрасный набор кистей для глаз. Мне очень нравится. Для кремов, текстур. Синтетический набор. Но, блин, когда ты заказываешь набор из Алиэкспресс, ну просто, вы знаете, я смотрю на этот набор, я думаю, ну вот я люблю так пудру магазин. Ну зачем вы так сделали? Еще самое смешное, что смотря отзывы на рекоменды, никому не пришли шатающиеся кисти. Пришли мне. Представляете, как им не повезло, что вот я сейчас буду на весь YouTube вещать, что их кисти шатаются. Ну вот не повезло. И они мне пришли. И мне кажется, что за такую цену нельзя допускать такого, чтобы кисти приходили. Вот трогала и видела я кисточки от Makeup Forever, ну вот они мне реально меньше понравились, чем форма этих кистей. Видно, что их продумывали, что самое главное. Но то, что я вот сейчас так делаю, эта кисть шатается, это меня просто вот просто выводит из себя. Я ненавижу, когда кисти шатаются. Пудра за что? Ну зато я могу сейчас посмотреть, на что они были приклеены. Приклеены они были на термоклей. Одной каплей термоклея засунули нахрен. Все, все готово. Кисть с пудрой за 1600. На-те, на-те возьмите. Ай, как бы, ну ладно, я сегодня прям так буду красть, но мне только удобно. Это кисть. Не помню название, вспоминать даже не хочу. Предназначена, у меня нет пудры от пудры, предназначена для трансфарантных тонких пудр. Форма ее очень правильная. Пудра распределяется по всем этим тончайшим волоскам. И кончик всегда упругий, но он ходит на то место, которое вам нужно. Допустим, вот я буду сейчас наносить. И мягчайшее распыление. Лицо заматировано и действительно тонкий, притонкий слой пудры нанесен на лицо. Но брать кисть только для рассыпчатой пудры, такое себе удовольствие, да? Я попробую нанести этой кисточкой румяна, вот лореаль. Набираются они очень хорошо. И то, что тут такая система ступенчатая, создаст более легкое нанесение. Ну да, вообще почти не наносится. Ну потому что это предназначено для рассыпчатой пудры. Ну что вы хотели? Нет. Легкая валь. Легкая валь. Я люблю наносить эти румяны натуральными кистями, потому что натуральными кистями как-то все-таки понятнее наносятся. Мне кажется, надо было снимать мое лицо, когда мне мама подарила эти кисти. Я удивилась, что у них такого плана упаковка. Потом второе моё удивление было, что тут нет сеточки, которая держит форму кисточки. Даже на вот этой кисточке была сеточка. Ну просто, естественно, я сеточками не пользуюсь. Нормальные люди ими пользуются и должны пользоваться. Но вот эта кисть за 300, может быть, рублей с Алиэкспресса, мне она очень нравится. Она как будто бы из белки, как будто бы ещё из козы. Смешанное волокно, как мне кажется. Но я думаю, навряд ли они бы положили бы мне тут белку. Положили. Она очень упругая. И мне кажется, что это смешанный волос синтетический с козьим. Для бровей буду использовать кисть бровиста. Её название я помню. Гелевые такие же текстуры. Тинт наносила. Мне понравилось. Наносила ей тени. Мне не понравилось. Потому что всё-таки синтетика наносит тени не очень, если честно. Заказала, блин, кисти с Алиэкспресс уже второй раз. Они не приходят, не доходят. Тоже видите, как геморг какой. Кисти просто шикарные. Просто такие бомбезные. Но доставить они никак не могут. Там их таможня. Что говорить об этой кисточке? Тоненькая, но одновременно не оставляет просто линию. Она ещё и растушевывает эту линию за собой. Кисть для бровей мне очень понравилась. Такое ощущение, что эта кисть тоже смешанная. Тут либо просто, возможно, два цвета волокна. Либо они немножко разные по своей структуре. Для меня, в принципе, было бы удобно, если бы ещё была бы дополнительная такая кисточка на обратной стороне этой кисти. Вычесывает остатки, излишки продукта. Ну, вот я нарисовала брови. Прошла, возможно, минута. Наталина М.Юэй, как она себя называет? У меня проще говорить. Ма, так быстрее. И видела, что она рисует стрелки в сторис вот этой кисточкой. Так что я могу попробовать нарисовать тоже стрелки. И до приобретения этой кисточки я не понимала, как рисовать стрелки такими скошенными кистями. Они были все такие пушистые. Ни одна кисть достаточно не склеивалась. Кисть для бровей мне нравится. Буду рисовать ей стрелки в дальнейшем. Теперь я возьму ту же помаду от Lime Crime. Совсем легко её наберу на пушистую кисточку и прорисую складку века. Да, эта кисть тоже классная. Ну, блин, большая кисть. Просто на неё без слёз не взглянешь. Это обслуживание у пудры, наверное, на самом высоком уровне. Если судить по бьюти-магазинам, вообще в России. Они поднимают Россию на более высокий уровень в бьюти-мире. Они снимают видео на YouTube. Они развиваются. Это самое главное. Ошибки бывают у всех. Это просто... Для меня это просто смешно, что именно мне пришла такая пудра. Ну, не какому-то другому человеку, который просто, допустим, заклеил бы и никому бы не сказал о том, что она у него такая пришла. Я понимаю, что я могу туда обратиться. Конечно же, они мне заменят эту кисточку. Возможно, они мне заменят полностью целый набор. Я не знаю, но я не такой человек. Я не люблю обращаться в техподдержки. В общем, был довольно известный магазин. Я просто не помню, какой. И мне пришли разбитые тени лорак. И я не помню, у меня осталась фотка или нет. Если у меня осталась фотка, я приложу. Было только-только мое знакомство с косметикой. И когда я увидела эту разбитую палетку, причем привозил мне курьер, понимаете? Насколько печаль. Даже не почта России. Курьер принес мне. Я открываю при нем. Хорошо, что я при нем открыла. Я говорю, и что мне делать? Он такой, я только курьер, я не знаю. Позвони. Потом он ушел. Я начала звонить в техподдержку. И кое-как, через какое-то время, я вернула эту палетку. Как возместила деньги за доставку. Мне никто не возместил деньги. Я просто не люблю, когда так случается. За это я могу переплатить. За то, что люди старались, выполняли свою работу. И когда за все ты это платишь, естественно, ты ждешь что-то от этих кистей. Ты требовательна к этим кистям. И снисхождения, ну, к сожалению, с такой ценой нет. Так что, надеюсь, пудра исправится. Будет клеить кисти на более прочный клей, а не просто на термоклей. Что как бы очень странно. Как будто бы это какая-то самая дешевая китайская заколка. Отклеившка какой-нибудь бантик, а там горячим клеем все приклеено. Вот. Это кисточки, которые стоят недешево. 1600 за кисть. Это как бы... Сами понимаете, да? Ну, вот так. Так что... Эти кисти невероятно красивые по дизайну. Мне очень приятно держать их в руках. И все в них очень хорошо. Даже цена, в принципе, не кусается. Ушик кисти стоит намного дороже. Набор, имеется в виду вот этот набор Baby Face. Но это уже больше как-то... Больше почему-то профессионально. Все, что профессиональное, оно стоит дороже. Но еще на минуточку. Ее кисти делаются в России. И если будет приоритет... Если я лично буду покупать, это покупала мама. То, естественно, приоритетно я выберу, наверное, кисти из России. Хотя я купила кисти Хакухода. Но... Но вообще я как бы люблю поддерживать нашего производителя отечественного. Мне кажется, найдутся люди, которые подумают, что я специально сломала кисть, чтобы хоть что-то гадкое сказать об этом бренде. Вы не представляете, это, наверное, будет самое обидное. Потому что я очень люблю пудру. И что-то плохое про них говорить совершенно не хочется. В любом случае, я точно так же отношусь к пудре. И просто возьму... Просто возьму и на суперклей приклею эту кисть. Посажу хорошо. Буду ей точно так же пользоваться. С вами была Дарья Кейт. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok